Проект со сломанным забором признали лучшим на фестивале ландшафтного дизайна. Участникам предложили создать работы на тему сад детства. Их оценила Анна Буянова. Растет крапива под забором, растения различные, всякие сорняки. Дырка в заборе, куда мы постоянно могли туда-сюда шнырять. Но я, конечно, сейчас уже не смогу пролезть. Создавая свой проект, дизайнер Флера Заединова вспоминала летние каникулы у бабушки в деревне. Ее загородный сад похож на тот из детства. Мои воспоминания детства – это когда нас отправляли родители в деревню. И мы искали какие-то заброшенные места, где можно было нам поиграть, чтобы нам никто не мешал. В парке «Березовая роща» разместили сразу 14 садов. В этом году на фестиваль ландшафтного дизайна в Новосибирск приехали участники из соседних регионов – Томска и Казахстана. На участках выросли фигуры животных из зелени, композиции из бумажных цветов, живые растения, декоративные мосты и уютные беседки. Мне нравится работа Леночки Кузьминой, золотой лучик. Я считаю, что очень такая красивая работа, цельная работа. Мне нравится работа флеры. Это забор с лавочкой, с нангалом. Посетителям предлагают не только посмотреть, как делают другие, но и самим создать садовый арт-объект. Или сделать красивое фото на фоне яркого проекта, чтобы потом выплатить задумку у себя на даче. Это небольшой праздник с ландшафтом, с красотой, с творчеством. Не только для участников, а в первую очередь для жителей города. Очень много приезжало свадебных пар. И каждый сад – это была отдельная зона для фотосессии. Возможно, кто-то из посетителей найдет идею, подсказку или найдет в помощь себе ландшафтного дизайнера. По словам специалистов, облагораживая дачный участок, сибиряки все чаще предпочитают создавать цельную композицию, а не просто газон с грядками и клумбой по соседству. Возможностей воплотить свои идеи сейчас много. Главное, выбирая растения для сада, учитывать особенности сибирского климата. Анна Буянова, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.